Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Видео называется «Бюджетные аналоги люксовых средств в разрезе профессионального визажа». То, что вы сейчас видите, является полными аналогами зарубежных дорогих средств для профессионального мейкоп-артиста и для новичка, который еще ничего не понимая. Следуя советам именитых блогеров, которые давным-давно уже, я не знаю, даже бровь пальцем не подчешут, если им мировой бренд не заплатил за эту иную сумму, пора уже открыть глазки, протереть их. Хватит уже смотреть на мир наивно. То, что вы сейчас видите, является совершенно нормальными, совершенно качественными и очень недорогими аналогами популярного, покупаемого и отлично работающего. Поэтому, если вам такая тематика интересна, пожалуйста, пишите под этим видео. «Да, мне это интересно, я хочу, чтобы ты подробнее рассказала, Ольга, алло, да». Пусть это будет один, два, три человека, но я буду понимать, что я снимаю это не в пустоту. Итак, то, что вы здесь видите. Кисточка от M-Art, которая стоит 150 рублей, которая является потрясающе набитой, упругой синтетикой для работы в зоне ваших глазок. Сейчас я покажу ее вам поближе. И вы сможете с ней подружиться, обратите на нее внимание. Вот профессиональный крепеж. Вот такой ворс. Он достаточно упругий. Видите, вот он сопротивляется. Он такой достаточно упругий. В общем, я могу ее рекомендовать. Я покупала их уже очень-очень много. И несколько иметь в наличии кисточек вот такого плана было бы очень-очень здорово. Так, что дальше? Дальше я вам показываю вот такой наборчик. Кисюль. Это кисти для ногтей, которые я купила для того, чтобы делать нестандартные штрихи рисунки, которых нельзя добиться кистями для макияжа в креативных своих мейкапах. Вот этой кисточкой я красила ресницы. Вот этой тоже что-то рисовала. В общем, их тут много. И такой набор стоил всего 200 рублей. Лаки. Вот часто визажисты носят в кейсе что-нибудь, с чем можно покрасить ногти модели. Да, вот такие лаки. Они совсем-совсем крохотулечные. Они очень бюджетно стоят. И там есть совершенно разные безумные оттенки, которые могли бы вам пригодиться на фотосессиях и на видеосессиях. Поехали дальше. Вот такие две чудесные кисточки. Одна из них левая, мокрая. Правая уже высохла. Вот так они выглядят. Не очень хороший крепеж с ручкой, но вы знаете, поверьте, можно купить клей-момент и все это переклеить. Ну, ура! Минус левой кисточки заключается в том, что она очень-очень долго сохнет. А вообще это классные кисти и визажисты, я думаю, прекрасно глядя вот на них понимают. Минус есть, да. Он такой профессиональный, все. Не очень плотно набитый, видите? Но они стоят реально там рублей двести. Девочки, нет, ну кто хочет заплатить там, я не знаю, тысяч пять за кисточку. Я же не волю вот. Платите, кто же вам не дает-то? Это для тех, кто хочет сэкономить, это для новичков, это для тех, кто умеет распоряжаться своим бюджетом и смотреть в завтрашний день. Еще один наборчик, достойный вашего внимания, это китайский фейк. Вот они, кисточки. Бренд Real Techniques, Bolt Metal. Порядка двух с половиной тысяч стоит каждая кисть в этом бренде. Ну, есть чуть дороже, чуть дешевле. В целом набор состоит из семи кисточек. Они вот такие разные. Походив по китайским сайтам, вы сможете приобрести такое. Ну, долларов за 15, 20 или около того. Вот. И уж единственная проблема на них не стоит буква R-T. Ну, и может быть они на ощупь какие-то другие. Весь бьюти-мир Ютуба сошел с ума по поводу кисточек от Артиз. Они разные. И этот набор весь полностью стоит порядка где-то 20, где-то 45 долларов. В то время как одна кисть, вот эта самая большая. А вот эта вот, вот эта кисточка, она как бы такая основная, вот Артиз, который пиарит бьюти-блогеры. Так вот, эта кисточка Артиз, она стоит 75 долларов одна. Поэтому вот как бы посмотрите на возможности. Мне было очень интересно посмотреть на возможности. Возможности прекрасные. Плоскими кистями можно делать оттяжку, оформлять брови. Понятно, что руки у нас под это как бы не заточены в том плане, что мы уже привыкли как-то. Да, имея вот такой набор, можно накрасить два человека, я уже показывала. Оставлю вот здесь ссылочку, вот здесь вот в верхнем углу, да. Как, вообще, что и почему. Но дело в том, что да, можно к этим 10 кисточкам докупить какое-то количество. Вот таких, как и Март по 100 рублей, там по 150. Вот таких, как я показывала, целый набор по 20, ой, сори, 200 рублей. И работайте в деталях, вот хоть заработайтесь, мои дорогие. Вот, поехали дальше. Фикс Прайс. Ужасный магазин. Кто над ним издевается, кто его любит. Я лично, как любой здравомыслячий человек, который хочет сэкономить на том, на чем можно. Вот такие дизайны можно приобрести, сделать интересные маникюры, не только для вашего блога-влога, но и также для работы на фотосессиях. Стоят они по 50 рублей, а сейчас я вам покажу то, что стоит дешевле. Обратите внимание на серию лака Фрута. Это ответвление Арт Визаж. И насколько правый классный, настолько левый Бяка Кака. Он серит, он вообще, он дает очень какое-то ужасное покрытие. То есть, вот оттеночки, видите, 15 и 32. Вот 15 я рекомендую, 32 нет. Обратите внимание, в данный момент на сайте они стоят по 30 с чем-то рублей на официальном сайте этого бренда. Ну и поехали дальше. Что еще интересного? Визажисты всего мира сошли с ума от эмбриолиса. И одна девочка, визажист, сказала, что вот полная замена, что гарантирует пантинол 5% восстановление кожи за 7 дней. Ну что ж, проверим. Если кожа возрастная, если она нуждается в увлажнении, какой-то подпитке и так далее, можно взять вот такой крем. Он не так уж прямо заезжен. Это в некоторой степени даже аптечный препарат. В общем, все хорошо, все нормально, все протестировано. Все вообще уже на рынке не первый год. Просто эмбриолис стоит порядка 2-3 или даже больше тысяч. А этот препарат стоит 87 рублей. Как-то так. На сайтах вообще профессиональных брендов вы видите вот эти тубы под карандаши круглые. И, будучи новичком, конечно же, хочется это купить и чтобы у вас все было замечательно. Но дело в том, что эти тубы в кейсах как-то не очень удобно ложатся, потому что они круглые, они занимают много места. И, допустим, если у вас, они могут идти под короткие кисточки и так далее. Но, посмотрите, в фикс-прайсе есть пеналы по 50 в данный момент с чем-то рублей, в которые также можно разместить карандаши, кисточки и всякую мелочевку. В кейсе они располагаются один на другой и занимают очень мало места и также являются совершенно-совершенно легкими. В то время как тубы вот эти круглые якобы под карандашики, там под небольшие кисти, они стоят от 500 рублей и больше, эти в 10 раз дешевле. А также давайте посмотрим на пояс, визажистский пояс. Кто-то покупает их с накидушками такими сверху. Ну, я купила самый-самый простой. Я его использую постоянно, но как-то очень, видимо, бережно. Ну да, я его протираю, не хожу по нему ногами, не прилагаю никаких усилий, никакой силы. Он сделан из кожзама. Посмотрите строчку. На китайском сайте я покупала такой, ну, что-то в пределах 300, может быть, 500, как-то так, примерно, рублей. Еще раз показываю вам строчечку. Показываю углы. В общем, ему много лет. Ему реально много лет. И как же застежка, скажите. Да, вот здесь все варьируется. То есть, вот здесь можно сделать на любую талию. И застежка по-прежнему шикарна вообще. То есть, пояс выглядит практически как новый. В брендах такие пояса стоят в тысячах. Поэтому тоже сделайте свои выводы. Ни на чем не настаиваю. Никого не заставляю. Ну и, кстати, такой небольшой лайфхак для визажистов. Можно брызгать в свой кейс чем-то очень приятным. Вот этот парфюм можно купить вообще рублей за 200. Это 100 миллилитров. В качественной коробке. Парфюм, переживший время. В 90-х, наверное, 90-х. Может быть, в 98-м. Или в 99-м я с ним познакомилась. Вот. И как бы все прекрасно и все хорошо. Шик так вы открываете кейс. Оттуда там понеслось. Да, такая вот симпатичность, милота и красота. Ну что, я надеюсь, это видео было интересным, полезным. Если так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Рассказывайте о моем канале своим друзьям и знакомым визажистам. Я знаю, что визажистов как-то вот, ну, ломает подсказывать другим. Не стесняйтесь. Они вам не конкуренты. Если вы можете делать нечто, они скорее будут прислушиваться к вам, чем к каким-то аморфным блогерам из сети. Но, тем не менее, нет никакой ценности в информации, которая лежит у кого-то в голове. Ее ценность только тогда и имеет какой-то вес, когда она распространяется по миру, через сеть интернет, подобно чумев средние века, которая распространялась по планете. Предлагаю девочкам и мальчикам, всем, кто занимается бьюти-индустрией, на уровне хобби или профессионально, такой хэштег, который звучит как бьюти-оппозиция. В интернете у этого направления существует множество названий, например, «Деньги на ветер», «Косметика в мусорку». Но, по-моему, уже третье тысячелетие на дворе. Давайте поможем друг другу не совершать дурацких покупок тех средств, которые не стоят ничего, но при этом люди платят за них тысячи, десятки, сотни тысяч, миллионы и в том числе миллионы и миллиарды долларов. Давайте помогать людям, а не производителям. Производители пусть помогут себе сами, у них для этого есть очень большие возможности. Всем всего хорошего, пока! Это Ольга Швец.